Доброго утра, дорогие друзья! С вами программа «Утренний кофе» и ее ведущий Ольга Яковенко. И Дмитрий Доброхотов. Как всегда, мы расскажем все самое интересное. Сегодня вы узнаете рецепт вкуснейших блинчиков с ягодами, окунетесь в мир конфет и сладости. Мы расскажем вам о театральной премьере, о том, как животные переносят Новый год и еще много интересного и полезного. Давайте делать это утро позитивным вместе. Просыпайтесь и будьте с первым! А я спешу напомнить про наш смс-чат, при помощи которого можно пожелать доброго утра и отличного дня друзьям, и любимым. Отправляйте сообщение на короткий номер 123. Но учтите, что нецензурные и грубые смс-ки в эфир не попадут. Ну а радовать близких можно не только своими сообщениями, но и, например, вкусным завтраком. К примеру, блинчики с ягодами. Вот я буду счастлив, если кто-то приготовит мне такое блюдо с утра. Ну а как приготовить это чудо-кулинарию, мы подскажем вам прямо сейчас. Доброе утро, Артем! Доброе утро, Дима и Оля! Доброе утро, дорогие телезрители! Сегодня я приготовлю самый необычный для зимнего времени десерт. Это будут блины с ягодами. Компонентами для сегодняшнего десерта у меня будет вишня, клубника, ананас консервированный, клюква, черная смородина и одно яблоко. Для начала яблоко нужно очистить от кожуры и семян. Очищенные яблоки нужно порезать на мелкий кубик. Нарезанные яблоки отправим в небольшой сотейник и перемешаем его с ягодами. Добавим в сотейник 2 столовые ложки сахара и отправим на плиту, чтобы это все хорошо протушилось. Ягоды с яблоком уже протушились. Самое время заняться оформлением тарелки. Для начала блины я буду сворачивать конвертиком или цветочком. Небольшое количество ягод выложим сверху на блины. А получившийся сок можно вылить сверху. Порадуйтесь своих близких вкусом лета. Приятного аппетита и будьте здоровы! Оль, вот ты всегда в таком отличном настроении. Расскажи, поделись секретом со мной и телезрителями. Ну, на самом деле, этих секретов достаточно много. А самый главный секрет – это шоколад. Я просто обожаю шоколадные конфеты. Я предпочитаю карамель. Но мне всегда было интересно, кто и где придумывает такое обилие конфет. Они бывают маленькие, большие. Тысячи рецептов их изготовления. Немного больше о конфетах узнаем вместе прямо сейчас. Все и взрослые, и дети любят конфеты. И никто не знает, как звучит перевод этого слова с латыни. А он достаточно прост – приготовленное с надобье. Латыши называли этим словом засахаренные или переработанные в варенье фрукты, которые, кстати, готовили не ради удовольствия, а для лечения. Египет стал первой в мире страной, в которой появилась конфета. В России первые леденцы делали из меда, кленового сиропа и патоки. Сейчас разнообразие и количество сладостей поражает многих. Итак, сегодня, в преддверии Нового года, поговорим о самых интересных и популярных конфетах. Самая русская конфета – это птичье молоко. Сперва это был торт. Его готовили из студня «Агар-агар», который получают с помощью морских водорослей. Затем производство тортов превратилось в производство конфет под популярным названием «птичье молоко». Самая космическая конфета – чупа-чупс. Одному из российских космонавтов захотелось конфет, и руководство посчитало безопасными конфетами чупа-чупсы. После этого производитель этих леденцов на палочке был прославлен. Самые необычные в мире конфеты – финские. Финны готовят их с разными и не сочетающимися вкусами. Конфеты могут быть кислыми или солеными, например, к пиву. А также некоторые конфеты имеют привкусы нефти или еще чего-либо подобного. Самая большая коробка конфет – от компании «Мастерфуд». Этой компанией была изготовлена коробка конфет длиной 2,5 метра и шириной 1,5 метра для кулинарного шоу, куда вошло около 800 килограммов конфет. Самая большая конфета – «Мишка Хаги Бой». Его размеры можно приравнять к человеческому росту – 168 сантиметров. Правда, его вес превышает вес взрослого человека в 8 раз – 633 килограмма. Для изготовления конфеты понадобилась специальная форма весом в 4 тонны и около двух недель времени. Самые знаменитые конфеты – «Пролине». Первый раз они были изготовлены в 1663 году в Германии для французского посла. На сегодняшний день эти конфеты – лидер продаж в Германии и Швейцарии. Самые романтические конфеты – это конфеты с клубничной начинкой. Так посчитали немецкие психологи, исходя из проведенной ими аналитической работы. Взрослые связывают Новый год с мечтами об изменениях к лучшему, надеждами и планами. А вот малыши наверняка рассчитывают получить сладкие шоколадные новогодние подарки. Ведь для детей сладости – это долгожданное лакомство. Сегодня 26 декабря и нынешнее утро благоприятно для общения с сотрудниками или начальством, обращения в учреждения и другие организации. Доведите начатое дело до победного конца. Ваша активность и упорство непременно привлекут внимание начальства и сослуживцев. После обеда велика вероятность некоторого улучшения финансового положения. Вероятно, новое знакомство или заманчивое предложение, которое следует принять, оно не только сделает разнообразнее вашу жизнь, но и подарит новых друзей. Ну а что же день несет каждому знаку в отдельности, вы узнаете буквально через секунду. У Овнов день легкого достижения целей, быстрого решения проблем. Вам удается сбросить груз, который вы долго несли. Жизнь начинает играть новыми красками. Высок творческий потенциал? Настройтесь на созидательный лад. И за этот день вы сможете сделать много полезного не только для себя. У Тельцов этот день будет связан с неожиданными открытиями и получением важных известий. И многих представителей этого знака подступающая информация заставит пересмотреть свои ценности и принципы. Задумайтесь о начале нового жизненного этапа. Близнецы. Сегодня вы проявляете редкую целеустремленность. И даже в самых неблагоприятных обстоятельствах сохраняете верность своим идеям и планам. Возможно, серьезные разногласия с деловыми партнерами. На смену старым союзникам приходят новые. Причем сотрудничество с ними будет не только плодотворным, но и приятным. Очень благоприятный день для общения у раков. Как бы ни были настроены изначально ваши собеседники и оппоненты, вы непременно получите желаемое. Сможете добиться выгодных условий при личной свою сторону тех, кто еще совсем недавно поддерживал ваших недоброжелателей. У Львов благоприятный день для интеллектуальной деятельности, решения сложных задач. Вам удается проанализировать всю имеющуюся информацию, сопоставить многочисленные факты, сделать правильные выводы. Хорошо проходят встречи любого характера, и делового, и личного. Очень важна осторожность девам. Сегодня вы не так практичны, как обычно, склонны витать в облаках. Это может стать причиной многочисленных ошибок и промахов. Нежелательно начинать масштабные бизнес-проекты. Лучше ограничиться мелкими делами. У Весов отличный день для поиска новых друзей, союзников и единомышленников. Вы отлично разбираетесь в людях, быстро догадываетесь об истинных целях и намерениях новых знакомых. Никому не позволяйте вести вас в заблуждение. Для скорпионов легкий и приятный день, который запомнится вам не столько каким-то ярким событием, сколько благоприятным эмоциональным фоном, создающим хорошее настроение. За любые дела вы беретесь с энтузиазмом, благодаря чему и добиваетесь успеха. Стрельцы. Вы добьетесь многого, если будете доверять собственному внутреннему голосу, а не тем многочисленным советам, которые охотно дают окружающие. На этот день хорошо назначить как деловые, так и личные встречи. А вот козероги уже вошли в более спокойную фазу своей жизни. Очень полезны для вас занятия музыкой, посещение концертных залов. Воздержитесь от рисковых экспериментов, пользуйтесь проверенными способами достижения цели. Для водолеев день непростой, но вы добьетесь своего, невзирая на все трудности и проблемы. Люди, по отношению к которым вы вели себя достойно и благородно, сегодня придут к вам на помощь. Возможно появление новых компаньонов или влиятельных покровителей, которым вы сможете доверять. Рыбам в этот день не стоит заниматься составлением отчетов, проводить деловые встречи, подписывать важные документы. Финансовая картина нестабильна, рекомендуется воздержаться от незапланированных расходов. Мне кажется, в детстве каждый из нас мечтал встретить сказочного персонажа. Вот я очень хотел дружить со стариком Хатабычем. Он бы исполнял мои желания, у меня бы никогда не заканчивался пломбир, и он бы обязательно подарил мне ковер-самолет. А я всегда хотела познакомиться со Снегурочкой, но почему-то я ее никогда не встречала. Зато Вовке, персонажу нового детского спектакля нашего театра, повезло больше, чем нам. Он ее все-таки встретил. Какие же приключения произошли с Вовкой после встречи со Снегурочкой, мы сейчас вам расскажем. Для детей детских домов и школы-интернатов Республики радостный и веселый праздник уже начался. Именно их первыми пригласили на спектакль, который состоялся 25 декабря в Приднестровском театре драмы и комедии имени Аронецкой. Современная сказка «Новогодний переполох» была поставлена народными артистами Аллой Даряну и Евгением Толстовым, чтобы подарить детям радость и веру в чудо. Сегодня самый ответственный и сложный день. Сегодня мы сдаем эту сказочку, и сдаем не на простых деток. Мы играем благотворительный спектакль для деток, которые чего-то в этой жизни, самого главного, как вы понимаете, лишены. Поэтому сегодня у артистов просто огромная ответственность, чтобы как-то этих деток разморозить чуть-чуть, согреть их теплом. Атмосфера праздника и сказочные персонажи перенесли ребятишек в мир магии и волшебства, где мальчик Вова и Петрушка помогали Дедушке Морозу и Снегурочке бороться с Бабой Ягой. Вовочка – это главный персонаж. Главный персонаж на протяжении всей сказки принимает в ней участие, практически со сцены не уходит. Он помогает Деду Морозу и Снегурочке в проведении новогоднего праздника. Основной конфликт завязан у нас на Бабой Яге. Еба Байга у нас тоже современная, и она у нас, скажем так, рулит всем спектаклем. Она от начала и до конца принимает участие во всем, но, естественно, ее планам не суждено сбыться, поэтому все заканчивается хорошо. Новогодние представления дают ребятам возможность побывать в сказке, из которой они встречаются только на страницах книг и на экране телевизора. Этим представлением наши дети открывают, скажем так, новогодние праздники, которые подготавливаются для них с тем, чтобы они могли встретить Новый год, получить массу радости, массу впечатлений, сладкие подарки. Мы частые гости театра, музеев, галереи, даже в цирк мы ходим. Это дом-интернат на Гвардейской, психоневрологический дом-интернат. У нас взрослые и молодые люди есть, и в основном взрослые тоже. Они у нас посещают здесь почти все премьеры. У меня первый класс, может быть, даже некоторые первый раз пришли в театр. Поэтому я думаю, что им понравится, им будет интересно, и хочется выразить большую благодарность драмтеатру за то, что они нас пригласили. И мы еще будем, наверное, ждать приглашения, чтобы это был не первый раз, а еще и еще. Ощущения волшебства хватило и детей, и взрослых. На протяжении часа все с большим интересом наблюдали за развитием событий и активно участвовали в представлении. Мне все очень понравилось. Сказка была интересная. Мне Снегурочка очень понравилась. И спасибо, что вы нам показали такой красивый спектакль. Нам было очень всем интересно. Мне понравилась больше всего Баба-Яга. Она была очень смешная и красивая. Мне понравилась Снегурочка и Дед Порос, потому что они хорошо танцевали. Было весело. Мне понравилась Абовка, потому что он защищал Снегурочку и своего друга. Актеры и режиссеры театра старались, чтобы в преддверии замечательного праздника ребята хоть на время смогли забыть о своих проблемах. Артисты подрели своим маленьким зрителям веру в то, что добро побеждает зло. Ведь в Новый год всегда происходят чудеса. Главное – в них верить. Знаешь, Дима, для меня дни после праздника всегда стресс. Вот я боюсь просто встать на весы. Что-то похожее происходит с моим котом. Он, правда, на весы не становится, но гости всегда кормят его едой со стола. Я им говорю, не делайте это. Но у него такая милая, обаятельная физиономия, что все-таки он ест. А все эти хлопушки, песни, танцы – мне кажется, он точно не любит Новый год. А как остальные животные переносят новогодние праздники, смотрите далее. Новогодние дни. Самое время отдыхать, веселиться, радовать себя и своих близких подарками, и приятными пожеланиями. Однако для братьев наших меньших зимние праздники очень часто становятся нелегким испытанием. Не секрет, что в это время обращений в ветеринарные клиники становится намного больше. Причем жалуются владельцы домашних животных, как правило, на одно и то же. Что же нужно знать, чтобы не испортить себе и своему любимцу каникулы? Главное испытание – бесконечные взрывы хлопушек и петард на улице. Они пугают большинство животных, а собакам даже могут нанести травмы во время прогулки. Чтобы, допустим, собака не испытывала при этом стресс, лучше, если выгуливать, то выгуливать в то время, когда на улице ничего не взрывается. Если же животное находится дома, а на улице взрывается, то есть животное надо в такое более спокойное помещение создать ему домик, где оно может укрыться. Было бы неплохо заранее подготовиться к этому, то есть приобрести седативные препараты, лучше всего растительного происхождения, то есть своеобразные успокоительные и заранее их давать. То есть если животное уже испытало стресс, то лучше всего применять еще препараты. Кроме того, специалисты рекомендуют сократить время прогулок, потому что зимой мерзнем не только мы, но и наши четвероногие любимцы. Сейчас есть для маленьких собак и для собак, которые обделены шерстью, которые гладкошерстные, не пушистые, есть одежки специальные, ботиночки, то есть с этим проблем не возникает. Допустим, даже для больших собак, чтобы не было обморожения подушечек, есть специальные мази, которые защищают, есть ботиночки тоже. То есть если все это использовать, то можно избежать обморожений и собака у вас не простудит. Еще одна опасность – праздничные украшения и елочные игрушки. Ваших питомцев они наверняка заинтересуют, они точно захотят с ними поиграть и уж, конечно, попробовать на вкус. Желательно елку на какие-то возвышенности устанавливать, использовать игрушки, допустим, не стеклянные, а пластиковые. Если гирлянды, то так, чтобы они по полу не тянулись, потому что вашему питомцу захочется поиграться, чтобы не возникало эксцессов, лучше их закреплять где-то на высоте. С мешовой очень-очень осторожненько надо, потому что эти товарищи очень-очень любят их, но любят их употреблять, жевать. Потом очень плохие последствия. Ну и последняя рекомендация для заботливых хозяев – не кормите своего питомца с новогоднего стола. Его рацион не должен меняться даже по особому случаю. Лучше купить праздничную косточку, почесать за ушком и так вот они отпразднуют свой праздник. Ни в коем случае не давать ничего жирного со стола. Они вполне обойдутся без селедки под шубой. В принципе, соблюдать строгую диету, вот как они кушают, вот так вот и не отступать от этого. Мало того, и соблюдать режим. То есть ни в коем случае не давать в течение дня слишком много, не перекармливать и не давать то, чего животное до этого не ело. Эти простые советы помогут вам и вашим четвероногим друзьям весело, а главное, без неприятных происшествий встретить главный праздник года. Дима, ты представляешь, я вчера набойку потеряла. Где ты успела? Я вчера целое утро бегала по магазинам, искала подарок, креативный подарок, но так и не нашла. Расскажи, вы тебе дарили какие-нибудь необычные подарки? Ну, ты знаешь, мне, конечно, дарили, но если ты хочешь что-то креативное, то тебе нужно придумать это самому. Так будет гораздо приятнее человеку, которому ты это подаришь. И процесс творчества всегда интересен и занимателен. И если раньше на это уходила уйма времени, придумать подарок, потом найти все составляющие, то теперь все гораздо проще. Есть даже специальные магазины, где продаются необычные вещи. Об одном из таких магазинов в нашем следующем сюжете. Всего неделя осталась до Нового года. Конечно же, новогодние подарки приносит Дед Мороз, но мы тоже поздравляем своих близких. Кто-то уже подготовился и припрятал новогодние сюрпризы, а кому-то еще только предстоит это сделать. Ох и нелегкая эта задача – подарки всем выбирать. Когда все возможные варианты уже испробованы, все нужное и полезное есть, хочется, чтобы подарок был запоминающимся. Здесь все самые интересные и неординарные подарки собраны в одном месте. И называется оно соответственно – сундук. Не знаете, что подарить любимой? Тогда смотрите. Один из вариантов – есть вот такой маленький брелочек, красивый очень. Его можно носить на ключах, можно носить на сумочке, тоже как украшение. Но потом, допустим, на работе, на учебе, в кафешке можно вот так вот его разложить на край стола. У него там нескользящая поверхность и 10-килограммовая женская сумочка может легко здесь висеть рядышком. Да уж, действительно полезная вещица. А как вам такой шоколад, который вовсе не шоколад, а самый настоящий калькулятор? Правда, запах у него действительно шоколадный. Здесь есть подарки на любой вкус. Даже для детей можно найти много интересного. Дети у нас в основном любят что-нибудь светящееся, что-нибудь яркое, ну, чтобы было необычно. Вот такая вот досочка. Она идет в комплекте с фломастером, который светится. Мы вот так вот ее включаем. И фломастером можно рисовать, можно написать записку, можно составить себе план на день. О, бедный Йорик! Видимо, создатели этой интересной вещицы любили на досуге Шекспира почитать. Ужасно необычный телефон можно выбрать в подарок лучшему другу. В общем-то, можно вот таким телефоном своего друга очень удивить. Или гостей. Можно дать для себя такой телефончик. Этот телефончик видит черепа, видит соблазку, когда идет вызов. Ну, такой вот он необычный красивый. Вот такой необычный магазин. Это действительно сундук с сокровищами для тех, кто хочет порадовать своих близких, удивить друзей и подарить по-настоящему необычный подарок. Вот и подошла к концу программа «Утренний кофе». Этим утром с вами были Ольга Яковенко и Дмитрий Доброхотов. Пусть ваш день будет отличным. И помните, если мы хотим жить в прекрасном будущем, то строить его нужно уже сейчас. За окном зима, так что одевайтесь теплее и не забывайте улыбаться. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!